Добрый день, Татьяна Викторовна. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые слушатели. Рада вас приветствовать на нашем вебинаре. Давайте сначала с вами определимся, как у нас со связью, у меня со связью точнее, все ли вы видите, все ли вы слышите. Спасибо. Да, нажмите, пожалуйста, на огонек в правом нижнем углу, если все хорошо. Если все нормально, и мы можем продолжать. О, отлично, спасибо, благодарю от души. И представлюсь для тех, кто не знаком еще со мной. Меня зовут Журова Инна Александровна, я учитель-логопед высшей коллекционной категории. Сегодня мы с вами поговорим о возможностях применения песочной терапии в педагогической практике. И информация, представленная мною, будет полезна как логопедам, так и воспитателям дошкольных образовательных учреждений и также родителям. Отметьте, пожалуйста, кто вы по профессии, из каких вы населенных пунктов. Нам очень важно знать географию нашего вебинара. И я пока буду рассказывать, буду читать. И наш вебинар я хотела бы начать со следующих слов. Просто сыграем, как делают дети. Что в ней игры, то для них мишура. Это слыдчайшее дело на свете. Общая наша игра. Многие родители часто задают себе и специалистам вопрос, когда же начинать учить ребенка. Одни говорят, еще в утробе матери, другие не учите вообще, школа научит. Третьи посоветуют отдать вашего любимца в руки грамотных специалистов, как только он начнет ходить и говорить. И сделать выбор достаточно непросто здесь. Давайте посмотрим на проблему с другой стороны. Действительно, ребенок начинает познавать мир, находясь еще даже в утробе матери. Причем учеными установлено, что основой этого процесса является тактильная, то есть кожная чувствительность. Опять же, недаром говорят, что кожа чувствует. Да, знакомое выражение. Появившись на свет, ребенок активно исследует окружающий мир. Собственно, это и есть процесс самообучения. И, может, все чаще, опять же, вам приходится слышать от других людей, от специалистов в том числе, «Главное, ребенку не мешать». И давайте понаблюдаем за детьми. Они тянутся к ярким, небезопасным предметам. Им нужно все попробовать на зуб, скажем так. Но главное, их тянет к тому, что нельзя. Да, заметили? И мы, конечно, в первую же очередь, мы заботливые родители, а также уже и специалисты, то вынуждены ставить череду запретов. Правильно? И как следствие, искусственно тормозим развитие ребенка. А теперь давайте обратим с вами внимание на нашего внутреннего ребенка. И думаю, каждому из нас хочется творить что-то свое. Ну, опять же, про субличность, да, немножко. Кто психологи, те знают, кто такой внутренний ребенок, кто такой внутренний взрослый. Обращаемся к психологии Берна, Юнга. И это субличности, которые живут в каждом из нас. Так вот, и сколько бы нам лет не было с вами, каждому из нас хочется творить что-то свое. Ломать, чтобы почувствовать силу, но при этом чувствовать себя защищенным. Правильно? И вот эти желания могут реализоваться с помощью песка. Игры на песке – это одна из форм естественной деятельности ребенка. Кто из нас не играл в куличики? Ведерки, формочки, совок – первое, что приобретается родителями ребенку. Первые контакты детей друг с другом происходят, опять же, где песочница. И как сказал Константин Дмитриевич Ушинский, самая лучшая игрушка для детей – кучка песка. Именно поэтому мы, взрослые, можем использовать с вами песочницу, как в развивающих, так и обучающих занятиях. И возможности применения песочниц до конца еще не раскрыты, поистине они безграничны. Песочницы в работе могут пользоваться и психолог, и педагог, организовавшие за студию, и учитель-дефектолог для организации альтернативной коррекционной работы, и воспитатели тоже. И можно с уверенностью сказать, что песочница представляет собой новый, интерактивный, причем недорогой психолого-педагогический ресурс. На его основе можно предложить и организацию дополнительных, в том числе платных образовательных услуг. Игры с песком развивают мелкую моторику, стимулируют речевую активность, способствуют пополнению и автоматизации лексического запаса. Песочница предоставляет возможность наглядного показа, практического применения грамматических форм и категорий. А также позволяет многократно упражняться в их употреблении. Конечно, на базе педагогической песочницы можно успешно и динамично в атмосфере сюжетно-ролевой и одновременно дидактической игры развивать фономатическое восприятие, фономатический слух, проводить автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков. Именно в песочнице создается дополнительный акцент на тактильную чувствительность. Развивается мануальный интеллект ребенка. Поэтому перенос традиционных обучающих и развивающих заданий в песочницу дает дополнительный эффект. С одной стороны, существенно повышается мотивация ребенка к занятиям. Мои дети всегда спрашивают, Инна Александровна, когда мы с вами пойдем еще играть с песком. Очень хочется им прийти и поиграть. С другой стороны же, более интенсивно и гармонично происходит развитие познавательных процессов. А если учесть, что песок обладает замечательным свойством заземлять негативную психическую энергию, то в процессе образовательной работы происходит и гармонизация психоэмоционального состояния ребенка. Использование песка для отображения внутренних видений имеет длинную историю. Немножко краткий экскурс в историю. Древние племена чертили еще защитные круги на земле и создавали различные рисунки из песка. Историческими и культурными параллелями песочной терапии являются рисунки на песке племен Наваха. В практике индейцев эти изображения используются в церемониях извлечения, для предсказаний, изгнания нечистой силы и других целей. Клэр Бейкер в своей статье «Рисунки на песке Наваха и песочная терапия. Труд 1993 года» анализирует связь между песочными рисунками индейцев и санплей. В Китае, в Индии, в Японии сосуды с песком размещают около входа в дом. Каждый входящий и выходящий опускает руки в песок. Чтобы очиститься от дурных мыслей, опасных чувств, песок имеет очищающую энергетику свойства. Началом использования подноса с песком психологической практики принято вообще считать конец 1920-х годов. Игра и творческий потенциал как часть терапевтического процесса уже использовались особенно в работе с детьми. Мелани Кляйн, Анна Фрейд, Эрик Эриксон, Шарлотта Бюллер и многие другие были сторонниками использования игрушек и миниатюр для терапевтических, диагностических и других целей. Анна Фрейд писала, мы сразу переносим весь знакомый ребенку мир в комнату аналитика и предоставляем ребенку свободу действий в нем на глазах у аналитика, но без вмешательства с его стороны. Таким образом мы изучаем различные реакции ребенка, степень его агрессивности или сострадания, а также его установку в отношении к разным предметам и людям, представленным с помощью игрушечных фигур. Игрушечный мир удобен и подчинен воле ребенка. Ребенок может совершать в нем все те действия, которые осуществляются в реальном мире, исключительно в пределах фантазии, вследствие того, что ребенок обладает недостаточной силой и властью. В 1920-х годах Маргарет Левенфельд продвинулась от ортодоксальной педиатрии до детской психиатрии. Ее цель состояла в том, чтобы найти среду, привлекательную для детей и обеспечивающую при этом связь между наблюдателем и ребенком. Она увидела потенциал использования маленьких игрушек, которые помогают детям сообщать их самые глубокие мысли и чувства. В игровом помещении, созданном ею Лондонского института детской психологии, она установила два цинковых подноса. Один был наполовину наполнен песком, а другой водой. И формочки для игры с песком. Игрушки жили в коробке. И маленькие пациенты института использовали игрушки в игре с песком. А коробки с песком они называли миром. Поэтому Левенфельд назвала свой игровой метод мировой методикой. Юнгенянская песочная терапия была разработана швейцарским юнгенским детским психотерапевтом Дорой Каль. После того, как в 1956 году Юнг посоветовал ей изучить песочную терапию в Лондоне, лично у Левенфельд. Она дополнила технику Левенфельда юнгенским подходом и своим глубоким знанием восточной философии. Кальф также указала на возможность использования песочной терапии в работе с взрослыми и детьми. И обратила внимание на то, что песочные композиции взрослых отражают те же стадии психического развития, что и детские работы. Книга Дорой Кальфа «Песочная терапия» явилась первой опубликованной работой по юнгенской песочной терапии. Существенное отличие от традиционного варианта юнгенской песочной терапии заключается в использовании интерактивных игр и упражнений. В первой половине XX века швейцарские ученые, известные психолог, философ Карл Густав Юнг отметил терапевтический эффект игр с песком. Технология подобного лечения проста. Ребенок просто создает песчаные образы и фигурки, ломает их, перестраивает, выравнивает. Именно такие действия закрепляют в глубинах сознания вроде бы элементарный вывод, вроде бы, да, что нет непоправимых ситуаций. Старое забывается и сменяется новым. Естественная потребность детей играть с песком и психолого-педагогические исследования привели к мысли перенесения части учебного материала на песок. За счет чего можно сделать традиционную методику по развитию всех компонентов речи для детей, например, с тяжелыми нарушениями речи, более интересной, увлекательной и продуктивной. Целью игр с песком в дошкольном образовательном учреждении является создание специальных условий и подходов в педагогической работе с детьми для эффективного способа подачи материала и обеспечения успешного освоения образовательных задач детьми посредством технологии песочной терапии. И в качестве задач мы ставим следующее – это способность способствовать мотивационной готовности детей воспринимать дидактическую задачу, формировать у детей психологическую базу речи, когнитивные процессы, учить детей способом коммуникации, в совместных играх, упражнениях, в песочнице, развивать мелкую моторику рук, автоматизировать поставленные звуки, развивать диафрагмальное дыхание, освоить навыки звукослогового анализа и синтеза, развивать фономатический слух восприятия, изучать буквы, обучать грамоте, обогащать и активизировать слова родного языка, формировать лексико-грамматические категории языка и развивать связную речь. Все игры с песком можно разделить на сюжетно-ролевые и развивающие творческие игры с обычным песком, песочная анимация на специальных столах с подсветкой, создание картин, композиции на ватмане или на подносе, с использованием цветного песка, проективные, лепка различных фигурок и формочек, конструирование построек и целых песочных городов из кинетического песка. Игры с песком бывают обучающие, познавательные и проективные. Обучающие, они облегчают процесс обучения ребенка, познавательные, с их помощью познаются многогранности этого мира, и проективные через них осуществляется диагностика и развитие. Игры с песком разнообразны. Обучающие игры обеспечивают процесс обучения чтению, письму, счету, грамоте. Познавательные игры дают возможность детям узнать о многообразии окружающего мира, об истории своего населенного пункта, страны и так далее. Проективные игры откроют потенциальные возможности ребенка, разовьют его творчество и фантазию. Занятия с применением технологии песочной терапии могут проводиться как в индивидуальной, так и в групповой форме. Групповые занятия, единственный момент здесь проводится в малых группах. 4-5 человек, не более. И длительность занятий не более 40 минут. Индивидуально подходим, и плюс возрастная категория тоже учитывается. Что же нам с вами понадобится для игр с песком? Ну, во-первых, это водонепроницаемый ящик. Его подбирают с учетом количества детей, которые будут принимать участие в игре. Высота бортов не менее 10 сантиметров. Размеры большой песочницы для подгрупповых занятий – это 90 на 70 сантиметров. Стандартным считается такой размер. И такой размер ящика соответствует оптимальному полю зрительного восприятия. А это позволяет визуально охватить его целиком. Песок в нем можно разделить на две части – сухой и мокрой. Для индивидуальных занятий можно использовать несколько пластиковых прямоугольных тазов, если нет такого ящика. Желательно, чтобы у песочниц были съемные крышки. Графомоторные занятия рисования фигур в лотке с песком коренным образом отличаются от игр в песочнице. И имеют совсем иной смысл. Дело в том, что ограниченность поверхности многим детям дает ощущение безопасности. Создает благоприятную атмосферу для их творчества. Лоток для песка сделан прямоугольным, опять же, не случайно. Подобная форма воздействует на наше сознание совершенно иначе, чем квадрат или круг. Если квадрат или круг вызывают, скажем так, умиротворение, сосредоточенность, то прямоугольник более динамичен. Ребенок имеет возможность выбирать любой формат будущего рисунка. Горизонтальный или вертикальный. Ему легче определить центр композиции. Кроме того, прямоугольная форма лотка лучше, чем квадратная, подходит для создания симметричных фигур. Также песок должен быть желтого или светло-коричневого цвета. Пески сертифицированной, песчинки должны быть среднего размера. Песком заполняется одна треть ящика. Перед использованием песок должен быть просеян, промыт, обеззаражен. Его нужно прокаливать в духовке или прокварцевать. Кварцевать песок необходимо не реже одного раза в неделю. С обязательным указанием последней даты кварцевания на бирке, то есть на внешней стороне песочницы. Мокрый песок по окончании занятий необходимо подсушить. Поверхность сухого песка выровнять, сбрызнуть водой. Можно также использовать цветной песок, но он опять же должен быть сертифицированным. И также нам еще понадобится набор игрового материала. Здесь лопатки, широкие кисточки, различные сито, воронки, разнообразные пластиковые формочки разной величины, геометрические формочки для теста, для игр с песком, миниатюрные игрушки, изображающие людей, различных животных, растения, транспорт, набор игрушечной посуды. И также еще я беру в работу бросовый материал. Различные камешки, ракушки, веточки, палочки, большие пуговицы и так далее. Итак, некоторые рекомендации. Желательно, чтобы дети работали стоя, так как у них будет больше свободы движений. Не помещайте лоток, если мы не на улице с вами, а в групповом помещении или вообще в помещении, в учреждении работаем, то не помещайте такой лоток в углу комнаты. Почему? Потому что должен быть обеспечен свободный доступ со всех сторон. Только в этом случае дети смогут по желанию выбирать формат будущего изображения, горизонтальный или вертикальный. Лоток с песком следует устанавливать на большом и прочном столе, высота которого должна обеспечивать комфортные условия для работы детей. При этом столешница должна быть значительно больше лотка, чтобы на ней можно было свободно разместить вот эти вспомогательные материалы и организовать места для занятий песком. Следует запретить использование предметов и материалов, которые могут поцарапать в стеклянное дно лотка. Необходимо категорически запретить детям бросаться песком. Если, опять же, это все-таки случится, взрослые, которые проводят занятия, должны тут же вмешаться, немедленно вмешаться. Даже если дети работают очень аккуратно, все равно песок может просыпаться на стол или на пол. И в таком случае дети должны самостоятельно подмести пол веником и собрать песок в совок для мусора. Хорошо бы было еще, если постелили под лоток с песком большое полотенце однотонное. Здесь без всяких орнаментов, картинок или тканей, если не полотенца, что есть. И в конце занятия, вообще рабочего дня, можно вытряхнуть и сменить. Наряду с высокой эффективностью метода песочная терапия имеет противопоказания. К ним тоже нужно отнестись очень серьезно. Не рекомендуется в случаях, когда есть легочные заболевания, когда есть аллергия и астма на пыль и мелкие частицы. И если есть кожные заболевания, порезы на руках. Структура занятия предполагает следующий пункт, что они перед вами на экране. Не буду зачитывать. На первоначальном этапе дети знакомятся с песочницей. Обычно говорю детям следующее. Посмотрите, наша песочница заполнена песком тонким слоем. Одно светится разным цветом. И демонстрирую различные цветовые варианты. Что они напоминают? Как думаете? Голубой, как небо, море, река, желтый, как песок, пляж и так далее. Как вы думаете, зачем нам это с вами нужно? И педагог дальше... Дети отвечают, и затем педагог рассказывает правила игр с песком. В старшей группе вот таким образом можно преподнести тем правила поведения в песочнице. К нам приходит песочная фея. И она детям говорит, ну и я там тоже. Сначала проговаривает взрослый, что песочная фея загрустила, потому что ее подружки песчинки потерялись и не смогли вернуться домой в песочницу. И песочная фея просит вас, берегите песчинки, не выбрасывайте их из песочницы. Если случайно песок высыпался, то нужно показать взрослому, он поможет вернуть его обратно в песочницу. Нельзя выбрасывать песок из песочницы. Песчинки очень не любят, когда их берут в рот или бросаются ими в других детей. Нельзя брать песок в рот и бросать его в других детей. И песочная фея любит, когда у детей чистые ручки и носы. Поиграл с песком, помой руки и покажи чистые ладошки зеркалу. И в подготовительной группе уже немножко в другом формате, что нельзя намеренно выбрасывать песок из песочницы, нельзя бросать песок в других или брать его в рот. После игры надо помочь песочной фее. Здесь можно как вариант хозяйка песочницы, королева песочного мира, гномы могут приходить, черепаха тортилы и так далее. То есть любой персонаж выбираете, что вам подходит, что будет интересно вашим детям. Так вот, после игры нужно помочь данному персонажу убрать все игрушки на свои места. После игры в песке надо помыть руки. И затем дети знакомятся с песком и его свойствами. И здесь можно предложить детям игру, называется «Волшебный песок». Целью этой игры является развитие тактильно-кинетической чувствительности, снятие эмоционального напряжения, поскользить ладонями по поверхности песка, выполняя загообразные круговые движения, как машинка, как змейка, как самки и так далее. Выполнить те же движения, не поставив ладонь ребром, создать отпечатками ладони кулачков, костяшками кистей рук, всевозможные причудливые узоры на поверхности песка. И попытаться найти, да, запись будет доступна, и попытаться найти сходство полученных узоров с какими-либо объектами окружающего мира. С ромашкой, может быть, с солнышком, с капелькой дождя, с травинкой, с деревом, с ежиком и так далее. Можно пройтись по поверхности песка поочередно, каждым пальцем правый, левый рук, после двумя руками одновременно. Сначала, например, только указательными проходим, потом только средними, безымянными и так далее. При этом двигать не только пальцами, но и кистями рук, совершая мягкие движения вверх-вниз. Для сравнения ощущений можно предложить ребенку проделать тоже упражнение на поверхности стола. И еще вариант, сгруппировав пальцы по два, по три, по четыре, по пять, оставлять на песке загадочные следы. Вот таким образом. Можно еще провести опыты с песком. И я сейчас выведу их на экран. Тоже не буду зачитывать. Сама презентация доступна для скачивания. Специально вывела, чтобы у вас это было под рукой и вы могли использовать в своей работе. Хорошо. И здесь тоже опытом с песком. Так, ага, и здесь еще тоже. Тоже быстренько тогда пробегаем. И следующий шаг – это демонстрация коллекции фигурок. Обычно я детям говорю следующее. Посмотрите, здесь много самых разнообразных фигурок, трафаретов, приспособлений. Вы можете их рассмотреть, можно подержать в руках. Затем формулируется тема занятия и основное содержание занятия. Этот шаг осуществляет какой-либо сказочный герой у нас. Либо звуковичок приходит, либо еще кто-то, опять же, в зависимости от темы занятия. И этот герой, сказочный герой, задает тему занятия. От его лица ведется увлекательный рассказ о каком-либо событии. Он формулирует задания и загадывает загадки. Иными словами, весь образовательный материал преподносится детям и этим сказочным персонажам. Он же ведет игровой процесс, он же контролирует его ход, резюмирует, анализирует результаты творческих работ. И также он подбадривает каждого из ребят. И в конце завершения занятия ритуал выхода. Завершая работу в песочнице, дети разбирают свои постройки, расставляют игрушки на полке стеллажа, разравнивают песок, кладут ладони на поверхность песка и произносят слова благодарности. И ориентировочная структура занятий. Первая часть – это вводная. Цель здесь этой части – настраивание детей на совместную работу, установление эмоционального контакта между детьми. Основные процедуры здесь – это ритуал приветствия и игры разминки. Следующая основная часть – на эту часть приходится основная смысловая нагрузка всего занятия. В нее входят упражнения, игры, направленные на развитие компонентов, речевой системы ребенка, определенные задачами занятия. И основные процедуры здесь – игры и упражнения, рисование, творческие работы. И третья часть – завершающая. Основные цели – это подведение итога занятия, создание у каждого участника чувства принадлежности к группе и закрепление положительных эмоций от работы на занятии. Беседа о том, что было на занятии. И какие же игры с песком можно использовать в работе? Приведу примеры. Опять же, все-таки ориентация больше на логопедические игры, поскольку все-таки я логопед в первую очередь. Но эти же игры могут использовать и психологи, и воспитатели в своей деятельности, и также родители. Итак, игры, направленные и упражнения на развитие диафрагмального дыхания. При выполнении игр и упражнений на дыхание необходимо следить, чтобы дети набирали воздух через нос, выдыхали медленно и плавно, добиваясь длительности воздушной струи. Игра выровняет дорогу. От детской машинки взрослый проводит неглубокую канавку в песке. Ребенок в воздушной струе. Очень аккуратно здесь, чтобы песок не попал в глаза. Объясняем это детям тоже. Очень аккуратно. Ребенок в воздушной струей выравнивает дорогу перед машинкой. Можно использовать очки для этого. Ну, без увеличительный стокол имеется в виду, чтобы просто предостеречь глаза детей. Или, например, игра, что под песком. Картинка засыпается тонким слоем песка, сдувая песок, ребенок открывает изображение. Или помоги зайцу замести следы. В песке делаются небольшие углубления, следы, ведущие к домику зайца. Пусть будет к зайцу, да? Поскольку про него игра. Неподалеку расположить лесу. Необходимо замести все следы, чтобы леса не обнаружила зайца. Игра секрет. Здесь у нас в песок неглубоко закапывается игрушка или предмет, и необходимо сдуванием песка обнаружить спрятанное. Ямка. Ребенок плавной, длительной воздушной струей выдувает ямку в песке. Песочный ветер. И здесь цель научить детей управлять вдохом и выдохом. Нам понадобится песочница с сухим песком. Дети учатся дышать через трубочку, не затягивая в нее песок. Детям постарше можно предложить сначала сказать приятное пожелание своим друзьям, подарить пожелание песочной стороне, задувая его в песок. Можно также выдувать углубления ямки на поверхности песка. Для этих игр можно использовать одноразовые трубочки для коктейля. А еще данное упражнение можно комбинировать с ароматерапией. Однако, опять же, имейте в виду, что ароматерапию имеют право использовать специалисты, которые прошли определенную подготовку в этом направлении. Ребенок вдыхает запах, специально подобранный для него ароматической смеси, тонизирующий или расслабляющий. И при выдохе ребенок легко выдует на свои ладони с песком, вдувая его в песочницу. Вот таким образом. Следующее – это игры, направленные на коррекцию звукопроизношения. Автоматизация звука в слогах предполагает произнесение ребенком за педагогом нужных слогов в каждом виде работ. Слогов, слов. Например, прыгаем пальчиками по песку от одного края песочницы до другого в разных направлениях. Прыгаем пальчиками одной руки, обеих рук. Прыгаем одним пальчиком, двумя, четырьмя, пятью пальчиками. Можно это делать одновременно двумя руками, можно поочередно. Оставляем следы. Ребенок ходит, прикладывая к песку ладошки, кулачки, костяшки пальцев, тыльную сторону ладони. Или пальчики купаются, ладошки зарываются в песок, затем ребенок растопыривает пальчики и снова смыкает их. Еще вариант. Ребенок собирает пальчики в кулачок, разжимает их. Можно одновременно двумя руками, можно поочередно, а потом пальчики по одному выглядывают из песка. Или идем в гости. Это упражнение очень эффективно работает на открытые слоги. В центр кладется буква, обозначающая автоматизируемый звук. По четырем углам песочницы закапываются гласные. Ребенку предлагается сначала откопать гласную букву, сопровождая процесс откапывания изолированным произнесением автоматизируемого звука. Назвать ее. А затем уже от центра к этому гласному, к этой гласной, провести извилистую дорожку. Сааа. И так далее. Таким образом поступаем со всеми гласными. Играя еще, спускаемся на парашюте. Это упражнение эффективно работает на закрытые слоги. И гласные уже кладутся около дальнего от ребенка борта песочницы, а согласный кладется к ближнему бортику. И пальчики от гласных спускаются к согласному. Аааа. Выкладывание по песку различных дорожек из подручного материала, пластмассовых крышек, фасоли, крупных пуговиц, крупных бусинок, мелких камешков. Из счетных палочек мы выкладываем лестницу. Затем одним пальчиком мы прыгаем, двумя пальчиками мы ходим по этим предметам. И ребенок произносит за взрослым слоги слова. Работа с пластмассовыми крышками от пластиковых бутылок может очень хорошо разнообразить работу по автоматизации звуков в слогах. Эти крышки могут быть красного, зеленого, синего, желтого цвета. Упражнение называется «Музыкальные клавиши». Ребенку дается задание произнести определенный слог на определенный цвет. Крышки ребенок может откапывать еще также из песка, может доставать из непрозрачного мешочка. Откопал крышку, назвал слог, выложил в дорожку. Затем ребенку предлагается спеть песенку, нажимая пальчиком на клавишу. Ша, шо, шо, ша и так далее. Начинать можно с двух цветов, то есть двух слогов. Постепенно усложняем, доходим до трех-четырех цветов, то есть до трех-четырех слогов. Ша, шо, шу, ши. Автоматизация звука в словах предполагает произнесение ребенком за педагогом слов в каждом виде работ. Упражнения на этом этапе могут повторять упражнения, конечно, и того, что я уже проговаривала. Только вместо слогов уже ребенок произносит слова. Пластмассовые крышки можно использовать следующим образом. Красная крышка звук в начале слова, зеленая звук в середине слова, синяя звук в конце слова. Ребенок откапывает крышку и придумывает слово. Если ребенок затрудняется, он может выбрать нужное слово из трех предложенных взрослым. Ничего не выбрасываю и знакомым своим говорю «все несите мне». Места, правда, единственное, маме, что места катастрофически не хватает. Что еще? В песок зарываются картинки с автоматизируемым звуком. Ребенок ее откапывает, называет и определяет место звука в слове. В песок также закапываются картинки с определенным звуком. Я их ламинирую, чтобы на дольше время хватило. Что еще? С определенным звуком. Одна, двусложные. И ребенок откапывает картинку, называет слово, выкладывает его на песке буквами из пластмассовой или разрезной азбуки. И задания здесь могут звучать таким образом. «Определи количество слогов». «Скажи ласково», «Чего нет», «Один несколько», «Посчитай до пяти», «Выложи крышками звуковую схему слова», «Назови ударный слог» и так далее. Еще что? Взрослый рисует на песке любой предмет заданным звуком и просит ребенка отгадать, что он нарисовал. А затем уже предлагает самому нарисовать предметы и назвать слова, в звучании которых есть заданный звук. В начале, в середине, в конце слова. Еще вариант. Ребенку предлагается откопать в песке и назвать игрушки заданным звуком. Сначала с открытыми глазами, а затем уже усложняем с закрытыми глазами. Или игра совпадения. Взрослый закапывает в песок игрушки, например, со звуком «ш», пусть будет так, мышку, матрешку, кошку так, чтобы игрушка на песке обозначалась невысоким холмиком. Затем предлагает ребенку вспомнить игрушки, память еще тренируем, название которых есть «ш». Ребенок называет игрушку и раскапывает песок. Если происходит совпадение выкопанной игрушки с названной ребенком, то он получает возможность поиграть с этой игрушкой. И вы еще какую-то систему поощрения тоже можете придумать. Или, например, напиши на песке. Ребенок пишет заданные слоги, слова, читает их. Допускается и обратный вариант, когда педагог пишет, а ребенок читает. Или буква потерялась. детям 7 лет можно предложить написать на песке короткое слово с одним, например, слогом, с двумя слогами. А можно пропустить. Берем, например, слово из одного слога и пропускаем первую или последнюю букву или букву в середине слова. И взрослые угадывают тогда задуманное и написанное ребенком слово. И наоборот тоже здесь можем работать. Вот в таком формате. Дальше следующая игра на развитие фономатических процессов. Здесь что, например, игра «Найди букву». Вариант игры «Волшебный мешочек». Всем знакома игра. Ребенку предлагается закрытыми глазами найти закопанные в песке буквы. Все или определенную. или игрушки, в названии которых есть заданный звук. Или игра, например, какой отличается. Песочный человечек произносит серию слогов «ну-ну-но», «сва-ска-сва» и так далее. И предлагает детям определить, какой слог отличается от других слогов. Волшебный песок. Ребенку предлагается откопать игрушки с дифференцируемыми звуками и разложить их на две группы. Подарки Соне и Маше. Песочница делится перегородкой на две части. Ребенок дарит предметы или игрушки с дифференцируемыми звуками девочкам Соне со звуком С, а Маше со звуком Ш. Два короля. Игра на дифференциацию твердых и мягких звуков. Предложить детям подарить подарки. Игрушки может быть картинки двум королям, которые правили королевствами твердых и мягких звуков. Или игра Найди друга. Педагог достает из коробки картинки, например, бабочка, корова, что там еще, лягушку можем взять, петух, медведь и раздают их дети. Сделайте домики для этих животных. Скоро в гости к ним придут их братья и дети выполняют. Затем педагог достает из коробки картинки белка, кит, павлин, лошадь, мышка. Как же нам узнать, где чей братец? Для этого давайте произнесем название животных и выделим первый звук этих словах. Кит, ке. Он пойдет в гости к корове. Первый звук в этом слове к и ке это братца. Твердый и мягкий они братца. Дети по очереди называют тех, кто изображен на картинках. Выделяют первый звук, подбирают пару. Вывод. Чем различаются данные пары звуков? Твердые и мягкие. Можно предложить закопать игрушки, в названии которых есть заданный звук. Или играющего какой звук лишний. Животные предлагают поиграть в игру кто лишний. Давайте вспомним какие звуки сдают животные. Корова мычит м, тигр рычит р, пчела жужжит ж, змея шипит ш, еж фырчит ф. А теперь я буду называть звуки, а те животные звуки, которых я не назову, должны будут прятаться в песок. И проговариваем р, л, д, ж, с, т, к, м, ш. Ф здесь у нас с вами не назван. И так далее. Следующее. Еще. Сотри лишнее. Рисуем на песке три объекта, легко узнаваемые по очертаниям. Например, солнце пусть будет, что еще, самокат, рыбу. Ребенку предлагается стереть лишний предмет, объяснить, почему этот предмет лишний и по желанию продолжить. Спрячь ручки. Прятать руки в песок, услышав заданный звук. Сначала среди звуков, затем среди слогов, то есть, как обычно, стандартно идем по мере усложнения. Что еще? Игра «Назови звук». Педагог предлагает детям вырыть в песке небольшие лунки для мячика. Затем он подталкивает мячик в лунку ребенка и называет слово. Интонационно благодарю. Очень важно. Спасибо. Приятно. Интонационно выделяется при этом согласный звук. Ребенок называет выделенный звук и перекатывает мяч обратно в лунку педагога. Затем задание дается другому ребенку и так далее. Слова сом сумка заря кусок стул и так далее. Что еще? Мой город подбирать из набора предметов и игрушек только те в названии которых есть заданный звук и строить город. Или выложи бусы. Ребенок выкладывает на песке бусы из цветных камешков. Камешки марбус я использую. Красные синие зеленые в зависимости от того какой звук он услышал в слове и так далее. Еще игры на развитие слоговой структуры слова. Например игра полоски. Взрослый затем ребенок чертит на песке заданное количество полосок а затем по их количеству придумывает слово. Исправь ошибку. Взрослый чертит на песке ошибочное количество полосок ребенок анализирует количество слабо в слове и исправляет ошибку добавляя либо наоборот убирая лишнюю полоску. И раздели слово на слоге. Ребенок печатает на песке заданное слово и вертикальными полосками делит его на слоге. Вот таким образом. Следующее это игры на обогащение словарного запаса. Игра разноцветная фантазия. Взрослый прячет жетоны в песке дети по очереди достают жетоны подбирают существительные обозначающие предметы данного цвета. Например, ребенку попался жетон белого цвета камешек марбл с желтого цвета и он называет тогда предметы что там солнце и так далее или белого цвета снег мел сахар соль и так далее. Игра рыбка. И здесь педагог загадывает ребенку загадку. В воде она живет нет клюва а клюет. Ребенок должен отгадать загадку и нарисовать отгадку. Конечно, выбираем такие варианты, где ребенку попроще нарисовать, но опять же по мере усложнения. Ой, печатно. Вы знаете, я честно скажу, у меня это все за столько лет отдельно у себя в тетрадочке отмечено, что мне где сама придумала что-то, где-то еще где-то увидела. Отмечаю, то есть то, что я сейчас рассказываю, это такой сборный материал, который я использую в своей работе и конкретно сейчас авторов порекомендовать, но это надо посмотреть. Честно скажу, сейчас так сразу сходу и не скажу. Опять же, вариант такой, что вебинар будет доступен в записи и вы можете по мере необходимости возвращаться к нему и брать те игры, которые вам будут актуальны. Или еще, например, кто больше назовет. Ребенок подбирает прилагательные слова-признаки или глаголы слова-действия или на каждое слово выкладывает ракушку или камешек или пуговицу. Слова-родственники. Опять же, игра аналогично проводится той, которую я сейчас, про которую я сейчас рассказала. Дальше. Грамматический строй речи. Чего не стало? Игра на закрепление и использование существительных в родительном падеже единственного и множественного числа. Педагог стирает часть предметов на песочной картинке, а затем уже просит ребенка назвать, что изменилось. А еще можно положить, тоже беру печатные картинки, ламинирую их и часть картинки засыпаю песком и тоже проговорю, чего не стало. Например, ребенок отвечает, следующая игра, чье все это? Детям предлагается достать из песка фигурку любого из животных. Очень люблю вот эти фигурки из киндер-сюрпризов, тоже знакомых. Прошу, у кого дети вырастают, кому не надо, чтобы все мне отдавали. Очень помогает в работе, не только в работе с песком, но и вообще очень хорошо, удобно. Итак, достать из песка любую фигурку животного, после чего задаются вопросы, на которые нужно ответить одним словом. Вопросы могут быть такие, чей хвост, чье ухо, чья голова, чьи глаза. Одно дело, когда мы с вами будем просто предлагать ребенку называть притяжательно-прилагательно, другое дело, когда мы это все облекаем с вами в игру, когда песок детям интересен, и здесь же с гораздо большим интересом ребенок будет идти к вам навстречу и отвечать. И не будет негативных реакций, не хочу, не буду, зачем оно мне это надо со стороны детей. Вот в таком формате. Что еще? Машинки, например, игра на употребление в речи предлогов между, за, перед, к, из-за. Педагог расставляет машинки по песочному полю, ребенок рассказывает о местоположении машинки относительно других. Или еще, спасибо, подбери слово, ребенок обнаруживает спрятанные в песке игрушки и подбирает их названия прилагательные, согласовывая их вроде с существительными рыбка быстрая, блюдце пластмассовое, пусть будет тигр полосатый и так далее. Связную речь тоже же ведь можно развивать с помощью песка. Например, мой клад. Ребенок зарывает в песок предмета, описывает его не называя. Тот, кто догадается, о каком предмете идет речь, откапывает его в песке. Или, например, еще нарисуй и расскажи. Да, конечно же, обязательно. Здесь же не только в плане развивающих занятий, но и с целью коррекции. Вначале немножко краем касалась этой тема. Нарисуй и расскажи. Ребенок создает картинку на песке и сопровождает свои действия речью. Фантазии из песка. Цветной песок хаотично насыпаем на бумажные тарелочки, на листы бумаги. Педагог предлагает рассказать, что увидели дети. И еще игра сказочники песчаной страны. Моделирование из песка сказочных сюжетов, с использованием мелких фигурок, составление, рассказывание сказок, рассказов о них. С помощью песка можно также обучать грамоте. и здесь найди буквы и назови. Взрослый прячет в песок пластмассовые буквы, ребенок должен найти и назвать эти буквы. Можно усложнять, давая инструкции типа в правом верхнем углу, в левом нижнем углу, пространственные представления, здесь еще дополнительно развиваем. У детей обычно с этим проблема. лепить буквы из песка, сгребая его ребрами ладони. Веселое превращение, когда мы превращаем буквы одну в другую, например, буква Л превращается в букву А, буква Ч превращается в букву Т, и так далее. Или, например, нужно дописать букву, или дописать слово, прочитать слово. Педагог пишет слово на песке, ребенок читает, а затем нужно поменяться ролями. И песок позволяет дольше сохранить работоспособность ребенка. Ошибки на песке исправлять проще, чем на бумаге. И вот то, о чем я говорила в начале нашего вебинара, такой момент дает возможность ребенку ощущать себя успешным. Можно писать буквы, слова, слоги пальцами, можно писать палочкой, можно змейками, простыми веревочками с узелком на конце и так далее. Что еще? Математические игры тоже можем использовать с вами. Например, узор под диктовку. Педагог дает указание, в каком углу, в каком месте песочница положить тот или иной предмет. Можно использовать природный материал. Что справа, что слева, сверху, снизу. Ребенок определяет, называет местонахождение того или иного предмета в песочнице. Числа и цифры. Ребята откапывают спрятанные в песке предметы, природный материал можно взять, классифицируют, сравнивают количество и обозначают каждую группу соответствующей цифрой. А здесь же еще можем подключить отработку грамматики, посчитать одна шишка, две шишки, три шишки и так далее. Заодно как раз отрабатываем слово изменения. Коротчайший путь. Дети определяют маршруты в песочнице с использованием условной меры и сантиметровой линейки. Какая цифра спряталась? Пластмассовая цифра закрыта в песке, но не полностью, частично. И дети должны распознать их и назвать по фрагментам. геометрическая мозаика это создание в песочнице узоров из геометрических фигур по образцу, по памяти, по словесным указаниям, математически различные упражнения. Например, педагог предлагает ребенку выложить столько ракушек, сколько у него есть, или на одну больше, или на две, например, меньше и так далее. Кроме того, я еще использую в своей работе кинетический песок. Вообще, уникальный, честно скажу, материал для занятий игр с детьми, причем для всех возрастов. Он позволяет строить замки не хуже, чем из обычного влажного песка. При этом он просто невероятно приятный на ощупь. И здесь же как раз идет сенсорное развитие, развитие мелкомоторики, развитие фантазии, снимается напряжение, идет работа со страхами, с неврозами у детей, развиваем сосредоточенность. И можно закапывать руки в такой песок. Даже взрослому будет приятно погрузить свои руки в такую массу. Можно лепить различные фигурки. Попробуйте скатать колобка, а затем его расплющить. А еще можно лепить различные формы, изучать их с ребенком, предложить ребенку слепить буквы, цифры. лепки. В лепке еще также используем формочки. Готовим всякие печенья, кексики. И песок этот хорош тем, что он не прилипает к рукам. А ведь можно еще же украсить плюс ко всему различными камешками марбл, с природным материалом, веточками и так далее. И при помощи различных форм вырубок можно печь печенье различной формы, устраивать даже настоящее чаепитие для кукол, игрушек. Что еще? С помощью кинетического песка тренируем также навыки владения ножом. Из песка можно сделать хлеб, масло, колбаски. И пусть дети сами их вылепят, а затем вручаем ребенку пласт-пластиковый нож и игрушечный детский. И предлагаем нарезать хлеб, приготовить бутерброды и так далее. Продукты из кинетического песка отлично режутся даже тупыми ножами, а ребенок будет увлечен доверенной важной миссией. В прятки тоже можно поиграть. Дети очень любят играть в прятки. И в этом плане кинетический песок представляет собой безграничное поле для игр с детьми абсолютно разных возрастов. Мы прячем игрушки от киндер-сурпризов. Кроме того, можно же и писать на песке. Уже некоторая игра озвучивала. И такая игра подходит для детей, которые учатся считать, изучают алфавит или учатся читать и писать. Вы можете тренироваться писать на песке буквы, цифры, слова. Решать даже примеры можно на песке. Можем учиться читать слоги, слова. и на песке выводить буквы и цифры палочкой гораздо веселее, чем ручка на бумаге. А значит, вот наверняка эта игра увлечет ребенка гораздо больше, чем скучное сидение за столом. Еще игра, например, угадайка. На кинетическом песке любой предмет или штампик оставляет отличный, хорошо различимый след. И из этого также получается тоже отличная развивающая игра. Можно взять несколько разнообразных предметов, разровнять песок на столе, попробуйте оставить следы этими предметами на песке и посмотрите с ребенком в чем их отличие. Само по себе это занятие отличная игра, но после того, как все доступные предметы оставили свой след на песке, то можно пойти дальше и играть уже в угадайку. Игра выше кинетического песка есть интересные свойства. С одной стороны, формы, сделанные из песка, очень прочные. Но опять же, я, например, объясняю родителям, что это дело выбора. Мои родители сейчас никаких претензий не предъявляют, обозначают, что можно принести одежду не очень хорошую, мы с вами не где-то на выставке, дети работают, это обозначает важность занятий. Понимаете, здесь же от нас зависит, как мы с вами донесем до родителей, для чего мы с вами все это делаем. Можно преподнести, что просто занять ребенка, чтобы ему не грустно, не скучно было в течение дня, а можно рассказать о том, какое колоссальное развитие будет благодаря упражнениям, которые вы с детьми проводите играм, благодаря играм, и все вопросы тут же отпадают, поэтому я обозначаю, если вы хотите, может быть, где-то это жестко, обозначаю, если вы хотите в дальнейшем пользоваться услугами репетиторов, то нет вопросов, конечно, я буду иметь в виду, ну и опять же, ваш ребенок будет стоять в сторонке и, скажем так, радоваться за других детей в кавычках, радоваться, вот, и другой момент, когда ребенок сейчас в игре получит необходимое развитие, вы знаете, вот после таких моментов особо такие привередливые родители, они тут же идут на контакт, приносят свою одежду, мне нетрудно переодеть футболку или шортики, воспитатель, ну я не воспитатель, воспитатель, если что, тоже мы с ними в контакте, поэтому тоже вопросов не возникает, и вы знаете, как-то эти вопросы отпали сами по себе, да, был такой момент у меня, помню, давно очень, а сейчас одни родители рассказывают другим, видимо, каким-то образом, я так думаю, скорее всего, это так происходит, потому что сейчас больше никто не подходит, и ничего плохого не обозначает, все приходят с пакетом одежды дополнительным, в таком формате, и я рассказала вам лишь о некоторых приемах развития компонентов лечевой системы с использованием песочной терапии, на самом деле их гораздо больше, и здесь вы можете также подключать свою фантазию, надеюсь, что представленный мною опыт работы поможет вам в вашей профессиональной деятельности, спасибо вам за внимание, постараюсь, благодарю за предложение, очень приятно и радостно, надеюсь, что наш вебинар оказался полезным, если есть какие-то темы, которые вы хотели бы, чтобы мы озвучили на наших вебинарах, то напишите, пожалуйста, в комментарии, я тогда себе запишу блокнотик, и будем иметь в виду. Всего доброго, всех благ, и ждем вас на наших вебинарах. Спасибо огромное за отзывы, очень важно, ценно для меня, благодарю еще раз. Спасибо.